Альбика Ильясова 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 Торжественное открытие съезда прошло На филологическом факультете Белградского университета В рамках которого Заслуженным деятелям словистики Были вручены награды Павлий и Милка Ивич Радован Кашутич А также благодарности От общества словистов Сербии Всероссийский семейный форум Родные и любимые Открыл год семьи На выставке «Россия» На ВДНХ Объединив династии Со всей страны Участниками масштабного мероприятия Стали семьи Внесшие значительный вклад В развитие нашей Родины Подробнее в материале Моей коллеги Анастасии Голдабиной Семейный форум Родные и любимые Это пространство Для объединения династий Со всей страны Идеолога поколений И сотворчества детей и взрослых На ВДНХ Роприятие представило Достижение трослей и компаний Через призму Семейных ценностей и традиций В открытой программе Принять участие Смогли все посетители Выставки «Россия» Для этого Во всех павильонах Были организованы Семейные дни С мастер-классами Конкурсами Уличными гуляниями Театрализованными постановками И дегустацией Национальных блюд В рамках форума Родные и любимые Курганская область Представляет Несколько игр И мастер-классов Мы сейчас играем В семейную игру Финансовая грамотность Мы распределяем Доходы семьи То есть На конверты Далее следует Ряд заданий И нужно Их пройти И что останется В зависимости от того Что останется в конвертах Побеждает одна семья Либо вторая семья Для гостей форума Была подготовлена И серия Просвидетельских мероприятий С участием Выдающихся людей Представителей Известных семей И профессиональных династий Семья Боисхалановых На форуме Родные Любимые Мы семья Мирзаевых Приехали из города Салихард Ямало-Ненецкий Автономный округ Мы семья Гайфулиных Мы приехали из города Надочной Чуны Мы семья Удовиковых Из Приморского окраина Семья Штенвар Город Санкт-Петербург Привет из Мариэл Семья играет важную роль В жизни каждого из нас Предлагаем чаще Проводить время с близкими Ведь 2024 год семьи в России Такое решение Было принято президентом Владимиром Путиным Для защиты и сохранения Традиционных семейных ценностей Здесь на форуме «Россия» Мы представляем нашу экспозицию И эта экспозиция вся посвящена Году семьи Который объявлен Приказом президента в этом году У нас проходит множество мастер-классов У нас делают обереги семьи Проходят небольшие квесты Небольшие психологические тренинги Посвященные семье Сплощению семьи У нас проходят лекции На тему семейных отношений Есть игра интеллектуальная Которая знакомит с традициями Семейными наших сибирских народов В частности Иркутской области В этом году правительство России В качестве приоритетных задач Выделило финансовую помощь Семьям с детьми Сохранение репродуктивного здоровья Граждан Работу с будущими родителями И укрепление у детей и молодежи Семейных ценностей Анастасия Голдабина Специально для программы Время русского мира С 1 февраля Начинается новый этап Международного конкурса Расскажи миру О своей родине Который пройдет уже в шестой раз За прошедшие пять лет В нем приняли участие Конкурсанты Из всех 89 регионов России И 52 стран мира Главной особенностью Нового этапа конкурса Станет серия Обучающих онлайн-семинаров И мастер-классов От экспертов и членов жюри Первый из них состоится 5 февраля И будет посвящен Выбору идей для создания видеороликов Ребята узнают Как показать свою родину С любовью и сердечной теплотой Без ярких картинок на видео Работы принимаются На русском языке Искренность, пожалуй, главное Чего ждут от юных конкурсантов И их наставников Члены жюри И оргкомитет конкурса Ведь именно она Раскрывает сердца Волнует воображение И заставляет откликаться душу История любого уголка Нашей страны Богата своими традициями Национальными особенностями Уникальным жизненным укладом И культурными практиками Самая сложная, а потому Интересная задача Показать все это Современным языком Увидеть в обыденной жизни Необычные сюжеты Или забытые смыслы Прием работ продлится До 20 марта За прошлый год Около 7 тысяч школьников И студентов из 9 стран Абхазии, Казахстана, Вьетнама, Киргизии, Таджикистана, Индии, Кубы, Узбекистана и Турции Прослушали лекции волонтеров международной программы Послы русского языка в мире В игровом и интерактивном форматах Студенты, аспиранты и молодые специалисты Учили иностранцев русскому языку, русской культуре и литературе Рассказывали о российском образовании Они работали в школах, вузах, детских лагерях В представительствах Россотрудничества И в домах Москвы за рубежом Каждая экспедиция длилась от 9 дней до 2 месяцев Напомним, международная волонтерская программа Послы русского языка в мире Реализуется Институтом Пушкина При поддержке Министерства образования и науки России с 2015 года На этом наш выпуск завершен Оставайтесь в курсе событий И следите за жизнью русского мира вместе с нами Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству И будем рады вашим материалам с места события Если в вашей стороне городе проходят интересные мероприятия Связанные с жизнью русского зарубежья Присылайте их по адресу новости.рм.собака.yandex.ru Всего доброго и до свидания